Все в 21 году знают, что TikTok это одна из самых интереснейших, умнейших и, конечно же, самых креативных соцсетей на данный момент. И я подумал, что если мы объединим эту платформу для умнейших людей с нашими любимыми файтингами? Сегодня мы вместе с вами посмотрим на 8 тиктоков по разным файтингам, будет Mortal Kombat, вроде Street Fighter, Tekken, в общем, люди дают советы, люди делают приколы, наша с вами задача их всех обозреть. Поехали, давай запускай шарманк. Я так подозреваю, в 21 году это будет основным методом общения, чтобы сообщить о своих топ-5 любимых файтингах, тебе обязательно нужно снять тикток. Возможно, это какой-то мем внутри тиктока, то, что люди танцуют под эту песню, но я немножко не понял именно способ выражения своих мыслей, но парень достаточно позитивный, поэтому я не могу его хейтить, да, я не могу его обсирать. И, кстати, мне его список понравился. На пятом месте он поставил Mortal Kombat 2, на четвертое место он поставил Tekken 5, это времена Dark Resurrection, обожаю именно данную эпоху Tekken, да, потому что игра начала эволюционировать, начали появляться новые герои, и на четвертом месте это, на самом деле, очень неплохой пик. На третьем месте у него Street Fighter 2, это легендарная игра, которая, можно сказать, популяризировала файтинги на аркадах, на втором у него Dark Stalkers, вау. И на первом месте у него Ultimate Mortal Kombat 3, ну за это мой глубочайший респект. Чувствую, скоро полностью переквалифицируюсь тиктокера. Так. Слушай, бля, эта девочка мне нравится. Если вы хоть немного изучали файтинги и знаете примерно, что такое фрейм дата, то должны иметь представление, о чем она говорит. Плюс на блоке, это когда оппонент тебя бьет ударом, который дает ему дальнейшее преимущество, то есть следующая его атака будет быстрее твоей. Ну вот для примера мы можем взять пинок Шаокана вперед 4. Если вы занаглейте и попробуете туда что-то вставить, да, сразу после пинка, то Шаокан без проблем сделает комбинацию на 300, 400, 500 урона. Это так называемый плюс на блоке, но также есть и минус. Если вместо пинка вы заблокировали его размашистый удар молотом, то это для него большой минус. И вы можете его наказать с помощью дальней атаки или спецприема. Куда ты мешишь там, б***ь, у тебя же минус, б***ь, куда ты х***ь на свет жмешь. Если там плюс, то туда не лезь. На фоне Mortal Kombat мне уже нравится. Топ 1 совет по видеоиграм, по файтингам имеется ввиду. Так, окей, нажми плюс в комментах, чтобы услышать вторую часть. Он советует выбрать героя, который тебе нравится. Это, мне кажется, очень большая ошибка и достаточно скользкая дорожка. Всем новичкам, в первую очередь, я, конечно же, советую выбирать легких героев. Именно они помогут вам освоиться в файтинге и принесут первые победы. Если ты сразу берешь суперсложного персонажа по исполнению, по комбинациям в новой игре, то это может тебя демотивировать. Потому что сложные герои требуют очень глубокого понимания нейтрала, матчапов, вообще всей игровой механики. Поэтому, ну вот, новичкам я, скорее всего, не буду советовать играть за того, кто им больше всего понравился. Но если этот персонаж входит в число героев с простым геймпланом и комбинациями, то играйте на здоровье. Давайте, следующий тикток. Продолжительность среднего комбо в Dragon Ball Fighters. Окей. Средняя продолжительность комбо персонажа Броли в Dragon Ball. Окей. Я не знаю, кто такой Броли. Ну, давайте посмотрим. Быстренько наберу в ютубе. И, я так понимаю, там комбинации по 50-60 секунд у него. Так, нашел видео. С-броли комбоса pretty long. Кстати, Dragon Ball Fighters, это, наверное, вообще лучший командный файтинг. Ну, из современных, да. Если мы не берем там в учет UMVC-3. И это действительно один из лучших аниме файтингов. На данный момент. Знаете, это мне напоминает одного героя Mortal Kombat. Я, короче, после этой комбинации вам скажу, кого-то мне напоминают. Подожди, это еще на 100%? Это 100% и он комбил 35 секунд. Жесть. В последних частях Mortal Kombat есть один герой, который мне напоминает Броли. Сайрекс. Вот давайте попробуем сейчас немножко за него закомбить. И вы сами увидите, насколько долгими могут быть его джаглы. Да, но, блин, если твоя обычная комбинация длится 30-40 секунд, то это сбивает темп боя, да. И, я не знаю, если, скажем, ты комбишь или на тебе комбят, то, я думаю, это немножко скучно просто на протяжении, там, 3-й матча смотреть анимацию. Вот. Но, ну, в любом случае, это красиво, да. Но я бы хотел все-таки, чтобы было покороче. Подпишись, если ты увидел свой любимый файтинг. Болиин, он показал Теккен, значит, я обязательно должен подписаться на Мегамена. Ребята, а если вы в этом видео увидели какой-нибудь файтинг, который вам нравится, вы обязательно должны подписаться на канал, поставить лайк и, конечно же, оставить комментарий. Ну, не могу я людей обсирать. Ну, да, глупый видос, но я не знаю, зачем я должен подписываться, если я увидел свой любимый файтинг, да, на этого чувака. Но, вроде, никакого вреда, ну, такие простые видео не приносят. Поэтому, давайте дальше. Ну, давай, удиви меня. Хочешь лучше играть в файтинге? Это же комба, да, из Guilty Gear. Кто-то может подумать, что это на эльфийском, но я так подозреваю, это аннотация какой-то комбинации из восточного файтинга. Я почитал комменты и, действительно, это комба из последнего Guilty Gear Strive. Если вдруг у нас есть эксперты по ГГ, ребята, напишите, напишите, что вообще здесь происходит. Да, 5М, 2М, 5С. 5М это нейтральный средний удар, 2М это, я так понимаю, сидячий средний удар. 5С, 5Л. Не знаю, что-то на эльфийском. Ребята, знаете, что я заметил? А что он там делает внизу? Чувак, такое ощущение, что то ли мастурбирует, то ли превратился в голума, то ли действительно превратился в собаку гибрида и стального алхимика. Одно ясно точно. Вот что с вами будет, если вы будете много играть в Guilty Gear Strive. Поэтому играйте в Mortal Kombat. Ужас. Cell Sword Arts. Вся суть файтингов. Это, кстати, очень сильно относится к Mortal Kombat. Пацаны, даже не зная того, в одном видео показали весь Mortal Kombat 11. Народ в комментах у нас постоянно пишет, Джонни, почему файтинги такие нереалистичные? Да, разве существует магия в нашей жизни? Да, но то, что, скажем, все бойцы просто выиграют своими тычками, да это уже никого не удивляет. В определенных файтингах, таких как Mortal Kombat 11, люди очень много тыкаются, потому что это самый быстрый их удар. Если разработчики лишают тебя быстрых средних атак, ну, скажем, вот, я не знаю, чуть ли не у одной Джеки Брикс, да, или, скажем, у хороших прессеров по типу Люкана есть четкие средние атаки, которые полезны, то единственное, что у тебя остается, это перетыкиваться. И здесь ситуация страшная, а мем смешной. Мне сказали, что это уже последний тикток, который мы будем смотреть. Таким игроки изучают импуты. Здесь вместо смеша можно вставить МК игроки. Это, опять же, ребята, no disrespect. Это я даже сужу по своему опыту. В восточных файтингах по типу СФ, Текина, Гилти Гера, очень много подобных вводов. Это так называемый Motion Input. Это самый классический Dragon Punch, который есть у всех шотосов Street Fighter, Рен, Кью и Акума. Но здесь по непривычке, я думаю, сложно делать подобный ввод, потому что есть звездочка. Ну, в такине звездочка вроде означает полный нейтрал. Ты нажимаешь вперед, и ты должен на одну, на одно мгновение, на одну миллисекунду отпустить полностью весь ввод. То есть ты нажал вперед, ты отпускаешь все кнопки, потом уже сразу начинаешь крутить вниз диагональ. Но здесь есть маленький секрет, то что тебе не обязательно докручивать до вперед. Нажимаешь вниз, потом, соответственно, нажимаешь еще кнопку вместе вперед, и кнопку удара, и Dragon Punch у тебя должен получиться. Здесь уже Smash игроки, конечно, офигевают, да? Как нужно нажимать там Dragon Punch за Кена, наверное, да? Он же есть в Smash. Давно я не играл в Smash, он у меня тоже имеется на Switch. Ну, блин, конечно, Smash, это не классический аркадный файтинг. Вы должны это понимать. Ну, да, все над ними издеваются, хотя про Mortal Kombat говорят примерно то же самое, да? И вот мне самому, вот такой Emotion Input, пока что не на 100% привычно нажимать, да? То есть тут, если ты это никогда не делал, в любом случае тебе нужно будет потренироваться, да? И научиться, как делать Dragon Punch и другие спецприемы, которые делаются определенными движениями. Ну что, народ, это был первый выпуск реакции Джонни на файтинг-тик-токе. Ну, слушай, это не полный зашквар. Вот, конечно, сложно было их находить, потому что понятно то, что файтинг-тематика, тик-ток это не самая, наверное, очевидная комбинация, но даже несмотря на пару, да, откровенно глупых тик-токов, один, наверное, глупый совет. Ну, мне понравилось. Мне понравилось. Напишите вы в комментах, какой из этих тик-токов зашел вам больше всего. Если говорить про меня, то, наверное, второй. Второй видос, который мы смотрели, где вот девушка говорила то, что не надо нажимать на плюса. Как обычно, жду ваш фидбэк. Напишите в комментах, что мы посмотрим еще. О чем мне вам рассказать в следующем видео. Какие тайны файтингов вы хотели всегда знать, но никто, кроме Джонни, их вам поведать не может. Пацаны, спасибо вам большое, что смотрели. Давайте, скоро увидимся. Если что, пишите комменты, поотвечаю. Вот. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok